Кто и в какие сроки должен проводить осмотр судов, где фиксировать результаты осмотра, какие документы должны быть на борту, инспекторы Анапского участка ГИМС теорию знают блестяще и успешно применяют знания на практике. Начальник отдела ГИМС Южного регионального центра МЧС России Виталий Скляров осмотрел базу и стоянку Анапского участка. Особое внимание на спецтранспорт. В распоряжении службы ГИМС два катера швартовая, журналы, рулевое управление, сигнальные противопожарные системы. Все в порядке. Единственное замечание, нет маркировки на спасательных кругах и жилетах. Номера должны соответствовать госномеру на борту катера. Были случаи, когда по номеру на жилете определяли, с какого судна человек находили и опознавали пострадавших. После осмотра техники два катера спустили на воду. Спасатели отработали еще одно практическое задание. Проверили связь между судами в море. Штиль 1, штиль 2. Вы двигайтесь ближе сюда, чтобы видно было с береги, чем вы занимаетесь там. Штиль 2, понял, прием. Штиль 1, понял, прием. Согласно приказу министра МЧС России, определено, что ежегодно перед началом купального сезона проводятся смотры плавсредств и экипажей, конкретно инспекторов. Здесь мы смотрели готовность Анапского инспекторского участка, готовность плавсредств, готовность инспекторов к предстоящему купальному сезону. Это для нас самое главное. Должны быть готовы как люди, так и, соответственно, плавсредства. Общая оценка Анапского участка ГИМС после проверки специалисты к работе готовы. Я бы сказал, удивило, потому что здесь все моряки, бывших не бывает, настоящие, в запасе, тем не менее, показали именно так, как должно быть. Потому что море, оно не прощает ошибок, и то, что на берегу готово, то, соответственно, так будет и работать на воде. А безопасность людей, которые сюда приезжают отдыхать, я думаю, она никогда не лишней бывает. Такие же проверки пройдут во всех курортных городах Южного округа. Анапчане свой экзамен уже сдали на отлично. Наталья Пухальская, Дмитрий Голодушевский, Игорь Куршаков. Анапа. Регион.